Во-первых, огромное спасибо, ребята, что вы нашли время, чтобы нас сегодня послушать. Спасибо большое организаторам, спасибо коллегам из ВТБ, которые нас пригласили выступить. Мы долго думали, ответственно отнеслись к этому моменту. Юрий Алексеевич совершенно справедливо сказал, что главный актив любого инвестиционного банка, а особенно банка, которая является и хочет сохранять свое лидерство на этом рынке, такого как ВТБ, это люди. Мы действительно каждый год очень много времени и внимания инвестируем в поиск новых талантов, потому что если вы к нам не придете работать завтра или послезавтра, то наш банк перестанет занимать те позиции, которые он сегодня занимает. Каждый из нас когда-то начинал с подобных мероприятий. Сегодня мы с собой пригласили двух наших аналитиков, которые совсем недавно, два года назад, наверное, сидели в подобных аудиториях, слушали похожие выступления, кто-то, может быть, даже нас лично слушал, вдохновлялся этими идеями, пришел к нам и в какой-то степени реализовал свою мечту или встал на путь реализации этой мечты. Давайте мы буквально на секунду вернемся на первый слайд, если можно. Тут есть телеграм-канал, в который мы бы вас попросили заджойниться. Это будет полезно для нашей лекции. Если кто-то не знает, как пользоваться, просто в поиске введите VTB Holiday Inn, он у вас высвидится, зайдете в группу, а потом там будет происходить магия. Пока это происходит, коротко представлюсь. Меня зовут Армен Геворкян, экзекьютив-директор VTB, VTB Капитала. Работаю в VTB с 2011 года. До этого работал в Citigroup 5 лет в M&A, а до этого еще год работал в стратегическом консалтинге. Очень люблю VTB, очень люблю свою работу и уверен, что еще много-много-много лет проработал в нашей замечательной организации. Лиз, к тебе. Да, всем привет. Меня зовут Елизавета. Когда-то, так же, как и вы, я была участником и победителем Олимпиад, закончила бакалавриат в факультете экономики и магистратуру МИЭВ в высшей школе экономики. По программе дипломов училась в Германии и по партнерской программе в Сингапуре. И с 2016 года являюсь частью команды VTB. Саш, Нэн. Да, добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Евгений Желев. Я руководитель подразделения Metals Mining, основного кредитного подразделения группы VTB, которое называется Credit Leverage Finance. Я работаю в VTB с 2008 года. И на сегодняшний день, по сути, у нас под управлением находится самая большая кредитная партия или группа. До этого я учился в Российской экономической академии имени Плеханова аналогично, как и Юрий Алексеевич, который был перед вами чуть ранее. Мы пришли вместе с Александром, который, ровно как и Лиза, несколько лет назад сидел ровно в похожей аудитории и задавал такие же интересные, неприятные, необычные, специфические вопросы. И я думаю, что он о себе немножко скажет чуть позже. Да, ребят, всем привет. Меня слышно, да? Класс. Меня зовут Александр. Я в команде с 2015 года. До этого я закончил Баунху, занимался информационной безопасностью. У меня были свои стартапы. Один из них выстрелил, я из него вышел. И выстрелил как раз тот, в который я никогда не верил. Поэтому я понял, что Цукерберг из меня не очень. И уехал, получил магистратуру в финансах. Потом все завертелось, и я оказался в команде. Теперь мы с Евгением работаем на одних и тех же проектах. Сегодня я буду рассказывать то, что интересно было мне, когда я учился в бизнес-школе. Это чем именно занимается аналитик. То есть не просто такой high-level view, а когда ты приходишь, что с тебя требуют, что с тебя ожидают, и что ты непосредственно будешь делать. И какова твоя роль вообще во всем процессе и в команде. Так отлично. Можно вернуть к телеграм-каналу. У нас сейчас здесь 17 подписчиков. Я все вижу. У кого не получилось? Уже 75. Окей. У всех получилось. У ни у кого нет вопросов, как это работает? Ребят, да, нет, нет, да. Отлично, хорошо. Тогда поехали. Ребят, на самом деле, я думаю, что можно следующий слайд. Вопрос для всех. Как вы думаете, какие подразделения самые значимые в работе банка? Вы можете проголосовать у себя в телеграм-канале? Давайте, начинайте. Евгений, не забудь сам проголосовать, пожалуйста. Хорошо. Поголосовал. Поехали, поехали. Так, у меня два голоса. Так, уже чуть больше. Чуть больше. Так, все проголосовали или нет? Ребята. Окей, поехали. Что у нас происходит? Ну, конечно. Инвестмент бэнкинг. Так, дальше. Кредитный департамент. Это честно или потому, что я пришел? Потому, что ты пришел. Потому, что я пришел. Селлзе трейдинг тоже как будто бы потому, что пришел Армен. И на самом-то деле, что у нас происходит? Инвестиционный банкир у нас выглядит, например, вот так, как вы себе представляете. Кто это, кстати? Кто, простите? Американский псих. Отлично. Хорошо. Все очень прекрасно знаем. Private equity. Я хотел сюда Шая Любев. Ребята поставили Майкл Дугаса. Как будто бы вы его больше знаете. Хорошо. Сейзон трейдинг. Ну, и вот как будто бы вот там находимся мы. Да? На самом деле, цель всей нашей истории заключается в том, и мы очень рады, что вы к нам пришли, чтобы немножко больше рассказать о том, чем мы занимаемся, почему нам это интересно, и показать, что мы, наверное, скорее левая картинка, чем правая. Да, Армен? Да, я надеюсь, что вы как минимум заметили, что выглядим мы слегка иначе. Hopefully в лучшую сторону. Кроме этого, если можно, следующий слайд. Сегодня Юрий Алексеевич рассказывал о том, из чего состоит инвестиционный банк. Мы его не предупредили, но у нас есть слайд на этот счет, поэтому, может быть, вам так будет чуть нагляднее и интереснее увидеть. Мы его условно делим на три основные группы бизнеса, которые мы называем, и в целом принято называть, это как Global Markets, Global Banking и Investment Management. Кстати, Владимир Потапов, которого был, это руководитель направления Investment Management. Ну и, конечно, большой блок, который поддерживает весь этот бизнес, это Research и группа инфраструктуры и суппорта. Если начинать про ключевые бизнес-подразделения, конечно, мы хотим начать с Global Markets. Почему? Потому что Global Markets исторически – это то, куда банк инвестирует в свои средства, то, где банк наибольше рискует, и это то, о чем говорил Соловьев, управление рисками различными, и это то, где он, конечно, больше всего зарабатывает. В подразделении есть Sales and Trading. Это те люди, которые вот сидят, вот так вот у монитора курят, раньше курили, и торгуют акциями, облигациями, деривативами и прочими производными инструментами. Ну и, естественно, Sales – люди, которые общаются с инвестициональными инвесторами. Дальше Credit and Leverage Finance – это то подразделение, которое представляем мы. Это люди, которые делают private сделки, это люди, которые коммуницируют с представителями бизнеса, в нашем случае с крупнейшим бизнесом Российской Федерации, с владельцами компании, с CEO компании, с CFO компании, с казначейми компаний, пытаясь решить их финансовые задачи, большинство из которых суперсложные и непростые, потому что простые задачи действительно уже умеют решать роботы, ну или сами компании внутри. Также есть подразделение Commodities, которое сегодня вам будет рассказывать. Это большой интересный бизнес. Ну и Private Equity, безусловно, очень интересное направление. Это всегда небольшие группы людей, которые инвестируют в небольшие доли в компаниях. Иногда это чаще всего небольшой стейк, иногда это большой стейк. Но в любом случае это люди, которые инвестируют на крикосочный период в активы для того, чтобы развить его, повысить его стоимость и в будущем с прибылью реализовать. Global Banking – это то направление, которое занимается advisory. Это люди, которые не несут риск, но которые несут с собой совет акционерам или руководителям компаний по сделкам по слиянию поглощения, либо по размещению инструментов на рынках капитала, акций, либо облигаций. Ну investment management вам все рассказали. Research – это наш главный knowledge center. Это люди, которые прекрасно разбираются в индустриях. И если вы не слышали, во всех абсолютно surveys WTB Capital Research всегда занимает первое место. Мы действительно leading research house в России. На самом деле чуть, может быть, более понятно. Армен прекрасно описал, как это работает структурно. Но глобальная разница между Global Markets и Global Banking заключается в том, что Global Markets – это сделки, которые подразумевают под собой принятие риска банкам или тем институциональным инвесторам, которые в этом участвуют. Global Banking – это обычно risk-free transactions. Ну чтобы это было проще понимать, как это все работает. Ну что, поехали дальше. На самом деле идея встречи заключается в том, чтобы показать вам на абсолютно явных примерах, как это все у нас выглядит. Все у нас начинается с того, что… Давайте скажем о том, что мы всегда работаем как команда. Эта команда может меняться, она может трансформироваться, она может быть больше, она может быть меньше, но это всегда единый механизм. Соответственно, Армен, наверное, у тебя лучше получится показать, как у нас выглядит roadmap сделки, и я передаю тебе слово. Спасибо. С точки зрения участников, начнем с этого, действительно важно. Инвестиционный банк – это командная работа. Сейчас очень модно говорить «командная работа» и так далее. Много компаний, мне кажется, об этом говорят просто потому, что красиво звучит. Инвестиционный банк – это место, где абсолютно все решения и все сделки могут случиться, только если вы работаете в сообща с командой. Это специально построена система, в которой не может один человек принимать решения, потому что слишком большая ответственность на одного человека. Поэтому если вы любите работать в команде, если вы умеете работать в команде, то investment banking – это абсолютное место для вас. Здесь мы упомянули четыре ключевых подразделения, которые участвуют в наших сделках и являются основными драйверами. В центре и в сердце этих подразделений находятся два наших. Это Financial Products, которые представляем мы с Лизой, и CLFI, которые представляют Саша и Женя. Мы, естественно, на сделках чаще всего имеем коллег из Coverage. Это люди, которые поддерживают day-to-day отношения с клиентами и которые продают весь банк ВТБ, всю группу ВТБ, включая наши продукты. И Structuring, Антон Логинов у вас тоже будет выступать. Это люди, которые больше занимаются структурированием сделок с точки зрения юридических аспектов и того, чтобы сделки соответствовали профилю риска, который мы на себя берем. Кроме этого, я хотел бы рассказать про шкалу, которая идет сверху. Это жизненные циклы сделки. Надеюсь, вам это будет интересно, потому что сегодня будем вам рассказывать о том, как реально закрываются сделки в инвестбанке. Все всегда начинается с оригинейшн, с инициации сделки. Дальше проводится анализ глубокий о том, какие риски банк на себя берет, какие риски клиент на себя берет, какую цель эта сделка несет и почему она должна быть выгодна как для клиента, так и для нас. В какой-то момент мы, когда принимаем решение о том, что сделка имеет смысл, мы переходим к негашиэйшн с клиентами. Это важный и интересный этап. Мы расскажем вам о том, из чего конкретно он состоит. После того, как все условия сделки были согласованы, мы переходим в самую веселую часть. Это экзекьюшн. Экзекьюшн – это реализация сделки. Там много разных процессов, внутренних и внешних. Это то, когда мы достигаем процесса, чтобы сделка закрылась. Но, как бы это ни было удивительно, после закрытия сделки жизнь только начинается. И deal management – это на самом деле самый длинный этап. Это то, как сделка живет у нас, у клиента, в стране и так далее, после того, как она закрылась. Надеюсь, вот эти страшненькие схемы после нашей лекции вам станут достаточно понятными и простыми. Да, теперь обратите внимание, мы переходим к следующему слайду. Обратите внимание на свой телеграм-канал. Там появился или должен появиться вопрос, если все это отлично работает. И пока вы отвечаете, я думаю, что ребята покажут, каким образом у нас происходит origination. Как мы у себя называем origination, но, наверное, правильно говорить, инициация сделки. Да, Армен, что происходит? Вообще, как у нас это все получается? Вы знаете, на этом этапе мы передадим слово Елизавете, нашему аналитику, который поделится с вами своим опытом о том, как она участвует в процессе инициации сделок. Да, спасибо, Армен. Я, честно говоря, когда только пришла на работу в ЭТБ, я никак не ожидала, что как аналитик смогу участвовать уже на этапе инициации сделки и готовиться к встрече с клиентом. При этом, на самом деле, аналитики принимают в этом очень активное участие. Я вам сейчас расскажу, что входит непосредственно в нашу работу и чем мы занимаемся. Вообще, к каждой встрече с клиентом нужно готовиться. Готовиться хорошо, чтобы она прошла успешно и быть всегда на шаг впереди конкурентом. Вообще, основной залог успеха, мне кажется, не только в подготовке к встрече, но и на экзамене и при подготовке к собеседованию. Это такая длительная и глубокая подготовка. Мы с ребятами, совместно с аналитиками SEOFI, например, с Сашей, проводим достаточно глубокий аналитический анализ, смотрим на отрасль, смотрим, какое место компания занимает в отрасли, какие сейчас есть тенденции на рынке, смотрим на уровень конкуренции в отрасли. На регулярной основе проводим, допустим, обзор новостей. Мы, сотрудники пула, каждый ответственен за определенную отрасль. И мы на регулярной основе готовим для директоров обзор новостей, готовим краткие выжимки, смотрим, какие, например, инвестиционные проекты есть у компании, где есть возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Потом иногда бывает так, что новость, которую мы дали директорам, она выстреливает, и из новости рождается сделка. Это вообще очень круто. Это прям ты чувствуешь, вот это вот мой инфут. Сделка родилась благодаря нам. Кроме того, мы занимаемся мониторингом финансового положения клиентов, смотрим их отчетность, смотрим, допустим, кредитный портфель, можем ли мы рефинансировать кредиты других банков. Везде ищем opportunities, как мы можем помочь бизнесу увеличиться, где мы можем привлечь клиентов. Потом, наверное, результатом нашей работы является подготовка таких стильных презентаций, с которыми наши директора ходят на встречи. Только директора? Да, это, кстати, очень круто, что не только директора, но еще и мы, аналитики, нас тоже очень часто берут на встречи. Иногда мы просто сидим, слушаем, обучаемся искусству ведения переговоров, но иногда можно там даже принимать участие. Вот мне, например, на второй или на третьей неделе работы меня уже взяли на встречу с одной очень крупной итальянской компанией, но мне помогло еще знание итальянского языка, я там смогла со всеми поболтать немножко. И потом даже поехали на завод. Поэтому, на самом деле, аналитики уже действительно с первых дней работы вовлечены в этапы, прямо в инициацию сделки, вот действительно участвуем. Да, если можно добавить, оригинейшн — это всегда суперважный этап. Если вы смотрели фильм «Начало», вы помните, что там была идея, что нужно поселить мысль в голову человека, чтобы она начала развиваться, в какой-то момент он начинает верить, что это его собственная мысль. Это ровно то, чем мы стараемся заниматься из благих побуждений, не подумайте, ничего плохого. Сегодня говорили слово «сейлз», уже употребляли. Мы сейчас с Женей сидели, Женя рассказал смешную историю, как он покупал автомобиль. Жень, что тебе «сейлз» сказал? Я покупал дорогой автомобиль. И, естественно, когда ты покупаешь, даже ты покупаешь дорогой автомобиль, для тебя важно, сколько он стоит. Соответственно, естественно, я пришел в салон, сказал, ну, ребят, ну как, вы готовы? Они такие, слушайте, ну какие скидки? Вы же покупаете себе мечту. Представляете, человек посчитал, что это достаточный инструментарий для того, чтобы убедить меня в том, что я должен это купить. О чем говорит Армен? Армен говорит о том, что мы должны использовать в своей работе именно тот инструментарий, который подходит нашему конкретному клиенту, который, как уже было здесь сказано, всегда прав. И я хочу обратить внимание, вот я могу, вот, Армен, вот буквально две секунды. Вы тут не прекращаете отвечать. Армен, ты знаешь, у нас интересный показ результат. Оказывается, что умение слушать важнее, чем умение говорить. Представь себе. А кто сказал, что умение говорить важнее? Окей, спасибо большое. Вы знаете, вопрос, естественно, с подвохом. Умение слушать и умение говорить – это оба важных качества для любого человека, который ведет переговоры. Я единственное, где соглашусь с теми, кто говорит, что важно слушать, тут на первых этапах сделки, на процессе оригинейшена абсолютно точно важнее слушать. Мы ни в коем случае не продаем мечты нашим клиентам. Наши клиенты – это владельцы компании, это руководители компании, руководители финансовых служб. Многие из них работали в банках, многие из них видели лучших банкиров тысячелетия, многие из них, не многие, все из них знают свою компанию и отрасль лучше, чем мы. Тем не менее, мы должны на этой встрече поселить в их голове небольшую мысль, которая через короткий период времени им покажется их собственной. И это то искусство, которое со временем достигается за счет того, что ты очень внимательно слушаешь и слышишь клиента, ты понимаешь, что он сам хочет достигнуть, и после того, как ты проанализировал его собственные желания в отношении своей компании, ты говоришь несколько слов, которые смэчивают твое желание, и его желание. И вдруг получается, что желание-то у нас с ними общее. Это тот процесс, когда искусство продаж и коммуникации с клиентом в слове продажи сами по себе исчезают. И мы находим на самом деле решение для клиентов, а не продаем им свои услуги. Мы давным-давно не используем слова продажи, мы не используем слова навязывания услуг, мы говорим только о том, что мы ищем решение для наших клиентов. А задач и вопросов, которые требуют сложного и серьезного разбора, у них много. В этом смысле мы переходим к следующему слайду. Мне кажется, нам Александр, да, если не ошибаюсь, расскажет о том… Я начну, а Саша продолжит. На самом деле, если вы немного изучали, что такое кредит and leverage finance в рамках ВТБ, вы, наверное, столкнулись с тем, что общее ощущение у ребят на рынке заключает в том, что это какое-то страшное место с жесткими условиями работы. Там работают не люди, а какие-то роботы, машины. Ну, где-то вот так вот, да, вот обычно близко, да? На самом деле идея в том, чтобы показать, что это совершенно не так. И каким образом мы придумываем сделки? Вот можно ответить на вопрос. Вот какая сделка вы считаете для нас наиболее интересна? Наиболее прибыльна. Красиво. Молодой человек, молодой, который спрашивал про Сбербанк и ВТБ, вот который в черной рубашке, да. Какая вы считаете для меня сделка самая интересна? Отлично, удовольствие, хорошо. А кто еще? Какие идеи? Никогда не заключал до этого. Тяжелее с каждым разом становится, правильно, да? Хорошо, что еще? Меньше риска. Меньше риска. Вообще не интересно, потому что я риск-тейкер. Что просите? Полезно нам и клиенту. Отлично, смотрите, на самом деле как бы вы абсолютно правы все. Вот каждый из вас в какой-то ее части. Безусловно, наш бизнес заключается в том, что мы обладаем франшизой очень широкой. Мы делаем разные сделки. Мы делаем сделки, о которых пишут в газетах. И сделки, о которых вы никогда не хотите никогда знать, потому что вам это неинтересно. Абсолютно разные вещи. Но когда мы работаем над сделкой, мы обращаем прежде всего внимание на то, где наиболее широко раскроемся мы и какая сделка принесет наибольший эффект для клиента. для нас номер один история – это дистресс история. То есть история компании, которая находится в не очень хорошем финансовом состоянии. Компании, которые находятся в не очень финансовом состоянии по причинам, потому что у них плохой менеджмент, потому что у них нет стратегии, потому что у них, допустим, какие-то проблемы с техническими, какие-то вопросы между акционерами. Кстати, акционерные проблемы очень сильно влияют иногда на суть бизнеса. Иногда бывает, что все вроде бы неплохо, но вот что-то не так. И понять, что не так, мы пытаемся использовать абсолютно разные источники информации, абсолютно разные каналы связи. И когда мы приходим с Арменом с очередной встречей и говорим, слушай, там что-то не так у них. Мы приходим к Лизе и Саше и говорим, ребят, у ребят что-то не так. И давай-ка мы, может быть, обсудим вот здесь, вот здесь, вот здесь и подрилем вот тут, вот тут, вот тут. Как думаешь? И вот тут приходит Саша, приводит своих друзей-монстров, и они начинают процесс волшебства. На самом деле стоит вернуться на шаг назад. Я помню, за пару недель до того, как я пришел в силфай, я спросил тихоучих аналитиков, мол, у меня есть еще несколько недель, чтобы подготовиться. Как мне это сделать? Может мне что-то про рынок стоит почитать? Может мне по технике стоит подкачаться? Мне сказали, ты знаешь, нет, просто отдохни и выспись, тебе ничего не поможет. И в некотором смысле это действительно так, потому что каждый раз мы работаем, над новой индустрией. Естественно, тот опыт, который у нас есть, он наслаивается, и новые сделки ты можешь вскрывать гораздо быстрее, понимать рынки гораздо эффективнее. Но ситуации очень разные. В рамках сегодняшней презентации мы решили рассказать про какой-то конкретный кейс без имен по рекомендации нашего compliance, но чтобы вам было за что зацепиться. Значит, у нас была сделка на растущем рынке. Рынок рос в операционных показателях, покупали больше, цены росли, но при этом Армен и Лиза пришли к нам и сказали, вот у нас есть клиент, действующий наш клиент, который не показывает таких классных результатов. Это, кстати, майнинговая компания, допустим, угольная. И у них не та доля на рынке, у них меньше прибыли. Можете, пожалуйста, взглянуть. Ну и все, что мы получаем, это финансовая отчетность, может быть, презентация менеджмента, и, наверное, все. Мы делаем на этом этапе предварительный анализ. То есть мы смотрим, а действительно ли рынок растет. Может быть, это какой-то там специфический вид угля, там бурый уголь, каменный уголь, whatever. И выясняем, что да, он растет. Это делается очень быстро, буквально там несколько часов, чтобы понять, что же действительно происходит. Мы делаем сентичек. То есть смотрим, действительно ли их мысль про то, что другие компании перформят хорошо. И смотрим, например, на торгующихся перов. И видим, что действительно маржа у них выше, долговая нагрузка меньше, и чувствуют они себя гораздо лучше в текущих условиях. А наша компания почему-то так не делает. И тут мы уже опять-таки возвращаемся к нашим коллегам из Sales и просим организовать совместную встречу с клиентом и спросить. Дорогой клиент, мы видим, что вот некоторые кэш-косты, например, как было на предыдущем слайде, у вас выше, чем у ваших конкурентов. И вам неплохо было бы, например, пойти в развитие, купить какой-то актив, чтобы кэш-кост вас снизить, а продуктовую линейку увеличить. Почему вы так не делаете? И Армен говорит, да, были мы на встрече и узнали, что компания просто не может идти вперед. То есть действия ее не скоординированы в данный момент. Потому что у них есть один мажоритарный акционер и некоторая доля миноров, которые просто не понимают, что происходит на рынке. То есть 10% людей, они могут стопорить сделку, 10% акционеров, они стопорят сделку, потому что они не понимают, почему компания так плохо перформит на растущем рынке. Хотя им нужно, наоборот, было бы сплотиться и что-то сделать. И поэтому мы предлагаем продукт, мы предлагаем решение. Решение в том, чтобы акционер стал, выкупил всех остальных и консолидировал свою стратегию. Это был предыдущий слайд, оригинейшн. То есть это то решение и то, что мы хотим донести. Дальнейшее действие – это уже непосредственно анализ. То есть мы примерно представляем, что это за компания, какие у них есть проблемы и какое решение мы хотим предложить. И Женя приходит и говорит, слушай, нужно теперь максимально глубоко нырнуть и желательно максимально быстро. Типа две ночи тебе хватит. И сказать, а действительно сделка есть или нет? То есть действительно рынок растет так далеко, как мы это видим? И действительно компания может улучшиться или нет? У тебя есть любые ресурсы. Две ночи и твои коллеги. Саша, у нас есть ограничение по времени. Можешь я тебе вопрос задать? Скажи, пожалуйста, ты когда ведешь анализ, ты сейчас рассказываешь про себя, про клиента. С кем-нибудь еще ты советуешься или где еще ты получаешь информацию? Мне кажется, ребятам будет интересно послушать, для того, чтобы прийти к тем выводам, к которым мы приходим в результате всех этих вопросов. Да, на самом деле можно. На следующем слайде представлены основные наши источники. То есть что мы используем для нашего анализа. Во-первых, у нас есть в ВТБ собственный ресерч. Он один из лучших на рынке, и мы всегда связываемся с ними для того, чтобы подтвердить наше мнение. А иногда, когда нет времени формировать мнение изначально и подтверждать его, мы просто звоним ресерчеру и просим рассказать. Вот весь его опыт, он 10 лет изучает именно майнинг. Можешь мне за 10 минут рассказать, как это все работает? Мы просто гуглим, и это достаточно часто помогает. Мы смотрим на какие-то публичные истории через тот же Bloomberg. И что особенно классно у нас, это мы можем посещать активы. То есть мы едем с клиентом, он показывает, как у него все устроено, и наконец у тебя картинка формируется. То есть сначала, когда ты пообщался с ресерчем, пообщался с ведущими специалистами, тебе рассказали, как это работает, ты оценил компанию, взял, сделал свой view. Ты просто приезжаешь на актив, и тебе говорят, ну вот оно. Как бы вот то, что ты читал в книжках, теперь нужно замачивать с тем, как это работает на самом деле. И вот это очень классный момент, потому что сознание немножко переворачивается. То есть вроде бы в книжках это было так, выглядит это несколько иначе. И, наверное, это одна из самых классных частей нашей работы. Реально разбираться в индустриях и потом подтверждать, что это работает именно так. Несколько слов в отношении того, как мы все это делаем. На самом деле мы задали вам вопрос в отношении того, что важнее, аналитические качества или технические. Большинство из вас ответило в отношении аналитических качеств. Мы решили, что для вас это более важно. На самом деле для нас, безусловно, важен симбиоз техники и аналитики, но, опять же, когда мы с ребятами встречаемся на собеседованиях, на встречах, для меня вообще не важно абсолютно, умеет человек считать, что такое ебеда или нет. Для меня важно понимание того, насколько он понимает, куда все движется. Соответственно, в конкретном примере, который привел Саша, помимо того, что мы техническим образом посмотрели, как раскладывается проблема, но с этой проблемой нужно что-то делать. И проблемы вот того кейса были в том, что как будто бы все неплохо, как будто бы все выглядит прям замечательно. Это LSE listed company, это один из лидеров рынка, это все замечательно, но что-то не то. Начали разбирать историю, посмотрели на их операционные вещи, нашли там определенные проблемы, определили проблему с акционерами, решили, что все-таки листинг на LSE на сегодняшний день не является тем приоритетом, который является важным, потому что очень большой corporate expense. Иностранные инвесторы на это внимание особенно не обращают, поэтому в результате мы сделали delisting, мы сделали taking private. Что дальше происходит? Дальше мы принимаем решение о том, куда это все начинает двигаться, и мы определяем так называемую debt strategy. Debt strategy это то, это механизм, каким образом компания формирует свой кредитный портфель, как она привлекает деньги, это будет публичный рынок или это будет рынок частного капитала. То есть это такой shuffle, который мы постоянно пытаемся использовать, потому что посчитать цифры сами по себе, это достаточно бесполезное упражнение. Нам нужно понимать, почему это происходит. Вот вы знаете, допустим, почему, от чего зависит цена на золото? Кто-то знает? От объема в добыче. Отлично. Конечно нет, потому что цена на золото это специфический очень металл. Мы все прекрасно знаем, что золотовалютные резервы у большинства стран сформированы в золоте. И объем золотых запасов на сегодняшний день гораздо больше, чем объем производства. Окей, придумали сделку. Дальше ребята, Армен, начинают формулировать ее в виде конкретных условий, конкретных вещей. Да, Армен? Да, наступает, возможно, самый важный, а возможно и самый сложный этап сделки. Это мы его называем negotiation. И он может длиться неделю, а может длиться 6 месяцев. Это зависит от сложности сделки, зависит от готовности клиента разделить с нами точку зрения, от необходимых процедур одобрения этой сделки и так далее, и так далее, и так далее. От большого количества факторов. Тем не менее, именно на этом этапе мы с клиентами заключаем темшит. Лиза чуть позднее расскажет, что такое темшит. И, по сути дела, договариваемся о том, что сделка будет совершена. Большое преимущество, мне кажется, работы в нашем бизнесе по сравнению с адвайзори заключается в том, что большая часть сделок, которые дошли до подписания темшита, на самом деле реализуется. Мы считаем, что когда мы подписали тюншит, с вероятностью уже больше 50% сделка закроется. Очень важный этап. Здесь всегда важна вот эта магия общения с клиентом. Здесь очень важно доверие клиента. Здесь очень важно каждый момент времени понимать, почему тот или иной пункт его не устраивает и пытаться находить, делать этот balancing act между тем, что нужно банку, с точки зрения риск-менеджмента и так далее. И то, что нужно клиенту, попытаться это все поженить с одной единственной целью – принести пользу обеим организациям, как банку, так и клиенту. Лиза, расскажи поподробнее, что вы делаете как аналитики на этом этапе. Да, пожалуй, я начну с того, что такое термшит, потому что, думаю, никто не знает. Это документ, который, по сути, фиксирует основные условия сделки. То, о чем мы договариваемся. Это цель финансирования, сумма финансирования, ставка, срок, ковенанты, обязательства. В общем, все то, что нам нужно для заключения сделки. Кроме того, что мы совместно с проектной командой готовим проект термшита после обсуждения с клиентом, мы еще также принимаем очень активное участие в непосредственно согласовании условий сделки с клиентом. Мы подключаемся на стадии конференции звонков. То есть иногда мы участвуем в звонках вместе с нашими синер-коллегами, когда просто слушаем и учимся, а иногда уже лидируем процесс. И тут важно понимать вообще, не просто читать термшит, но понимать, что там написано, потому что тебе эти условия потом нужно будет согласовывать с руководством компании. Когда я первый раз увидела термшит, я прочитала его несколько раз, и я не поняла. Я вообще не поняла. Это вроде все знакомо, все финансовые термины написаны на русском или на английском, но непонятно. Но я все равно участвовала в звонках, слушала, пыталась разобраться, понять, что, зачем, почему, почему одному клиенту мы показываем вот такие условия, почему вот другому, почему такая структура сделки. В общем, у меня было много вопросов. Потихоньку я начала находить ответы. Мне кажется, где-то спустя полгода я уже могла самостоятельно участвовать в звонках и не просто обсуждать с клиентом условия, но иногда даже объяснять, почему данное конкретное условие мы решили добавить. Это на самом деле такое очень приятное ощущение, не только когда ты общаешься с руководством компании, потому что клиент обычно, там, всякие СФО, СИО и так далее на звонках, но ты еще иногда можешь объяснить, дать совет и как-то пояснить позицию банка. Это действительно очень круто. Я вообще очень люблю учиться. Я люблю учиться. И мне очень нравится, что за время работы в ТБ, сколько, полтора года, по-моему, полтора года назад я пришла, мне кажется, я очень многому научилась. То есть не было такого, когда я решила, что я вообще все знаю, больше мне учиться нечему. На самом деле всегда есть что узнать новое, всегда есть какая-то новая отрасль, новый клиент. Во-первых, очень много узнаешь еще внутри команды. Надо сказать, что мы как юниоры, но мы все равно участвуем, понятное дело, во всех обсуждениях. И очень часто, например, со своими же юниорами, с Сашей, мы можем обсудить какие-то условия. И это очень помогает, потому что если ты у старших что-то стесняешься спросить, такой вопрос не очень серьезный, то с младшим всегда можно обсудить все. Почему, например, такую ковенанту мы поставили? Почему она критична? Потому что тебе же надо это донести до клиента, а клиент задает вопросы. И ты должен уметь отвечать на эти вопросы. А для этого нужно понимать. Окей. Так, договорились по термшиту. Поехали дальше. Но, опять же, Армен, поправь меня, если я ошибаюсь, но, как мне кажется, что если о термшите мы договорились, то, скорее всего, мы делаем сделку. Ваш любимый инвестбэнкинг, в принципе, некий аналог, это питчбуки, которые они делают, один из, не знаю, ста, реализуется что-то подобное, типа термшит. В отношении того, что дальше происходит. Здесь начинается процесс исполнения сделки. Процесс исполнения сделки включает в себя как внешний процесс, так и внутренний процесс. Внешний процесс – это взаимодействие с различными типами консультантов, привлечение ребят из advisory global banking, привлечение технических консультантов и так далее и тому подобное. Хотелось бы отметить следующее. Лиза очень подробно рассказала про то, что она постоянно чему-то учится. Хотела бы обратить ваше внимание следующее. Тот функционал, который мы используем в своей работе, он гораздо шире, нежели вы привыкли думать. Поскольку, когда мы делаем сделку, когда мы инициируем, когда мы придумываем историю, мы используем абсолютно ровно те же принципы, которые используют ребята на equity side, но при этом мы должны использовать еще те механизмы, те принципы, ту аналитику с точки зрения dead side. Вот ребята, которые у нас сейчас работают, я думаю, что это такие универсальные солдаты, которые в принципе могут заниматься любым направлением из того оргчата, который вы видели, по-моему, на третьем слайде. Поэтому, когда мы говорим, когда мы вам задали вопрос, что вы считаете для вас наиболее интересно, наиболее значимо, это было несколько абсолютно, это было, по-моему, 5 значений людей. Но вот могу сказать следующее, что симбиоз как раз силфа и NFP это вот одно целое, которое включает в себя вот все 5 функциональных единиц, которые вы видели раньше. То есть это есть ребята, которые работают с клиентами, есть ребята, которые анализируют, и при этом они умеют все. Потому что для нас абсолютно нету никаких поиграт в отношении того, каким образом мы будем делать сделку. Так что, Армен, давай немножко подробнее о том, что происходит. Да, я хотел еще чуть-чуть добавить о том, что внешний процесс, и все это здорово, замечательно, но так как мы рисктейкеры, мы, естественно, сделку должны продать, извините за это слово, и внутри. Это супер увлекательный, интересный процесс, потому что вы приходите, даже достаточно молодым специалистам, заходите, например, на кредитный комитет, в нем сидят зампреды, сидят важнейшие люди организации, и вы им презентуете кейс, это достаточно короткий период времени, вы должны презентовать, почему эта идея интересна, прибыльна, полезна для клиента, и при этом достаточно, уровень риска находится на приемлемом уровне. А дальше начинается дискуссия, которой, вот я 12 лет работаю в банке, я никогда не знаю, куда эта дискуссия заведет. Каждый раз, когда я захожу на это мероприятие, я выхожу с этой мыслью, почему этот вопрос мне не пришел в голову. И этот процесс невозможно остановить. Я знаю, что еще через 10 лет, может быть, я буду сидеть в этом комитете, и, тем не менее, буду слышать от коллег такие вопросы, которые мне никогда в голову не придут, и это одна из потрясающих возможностей понять, под какими разными углами можно смотреть на один и тот же вопрос. Супер отличный способ сделать сэнити-чек всему тому, что ты очень долго готовил, потому что ты в этой сделке живешь, ты все про нее знаешь, тебе кажется, ты все аспекты рассмотрел, а люди с их опытом послушали про нее 10 минут и задали те вопросы, о которых ты просто раньше не думал. Поэтому очень полезный, очень важный, очень интересный процесс, который помогает сделать сделку точно лучше, который делает нас умнее и богаче с точки зрения знаний и помогает нам с клиентом эту сделку дальше развивать. Следующий слайд. Да, давайте следующий слайд. Closing party. Это всегда прекрасно. Всегда замечательно рассказать про то, как все было здорово, и почитать о своей сделке в газете. Это немаловажный аспект, поэтому всегда нужно получать удовольствие от процесса, от того, чем вы занимаетесь. Можно я расскажу небольшую байку? Я пришел, когда только работал в банк, а меня поставили на первую же сделку. Это было IPO компании. Это было интересное время, когда российские компании выходили на рынки. И когда ты долго работаешь над сделкой, и вдруг ты в одну секунду на всех новостных агентствах, в блумбергах, в интерфаксах, в ведомостях, в коммерсантах, и везде ты вдруг видишь новости о том, над чем ты много лет работал, потом вдруг начинаются телевизионные репортажи, рассказы о том, как эта сделка интересна, замечательна, а может потом он какой-то аборт получит. И вы такой молодой аналитик, и думаешь, фак, я всего лишь два года назад сидел, и даже мечтать об этом не мог, а сегодня я тот, кто эту сделку сделал. Это чувство, которое потом помогает вам много-много-много лет работать в банке, потому что работа в банке, она тяжелая, она challenging, она ответственная, какими-то вещами надо жертвовать, но то ощущение о том, что ты участвуешь, ты часть чего-то очень важного, значимого для страны, вот здесь рассказывается о инвестициях банка, ВТБ, инфраструктуру Российской Федерации. Когда вы едете по дороге, которую в какой-то степени благодаря вам построили, когда вы смотрите, прилетаете в Санкт-Петербург, в Пулково, и вдруг знаете, что это та сделка, на которой мы работали, это чувство вас окрыляет и помогает вам во время какого-нибудь очередного овернайта. Да, это так. Вот полюс написано, полюс taking out 31% акций, это наша сделка, это вот как раз тот пример, по которому Саша пытался рассказать. Это, конечно, было не уголь, это было золото, но раз уж там написано про полюс, тогда это был он. Вот, Саш, но, слушайте, closing party закончился, но потом же все не заканчивается, правильно, Саня? На самом деле… На самом деле наступает… Надо тебя сводить в караваки, Саша, что-то ты с микрофоном. Надо, надо, да. На самом деле это самый интересный и челленджен или больной в каких-то случаях этап для аналитика. Что происходит после? Когда ты сформировал некоторый прогноз, сказал, что рынок уйдет вверх, вниз, вправо. Когда сказал, что компания будет перформить тем или иным образом, проходит некоторое время, сделка закрывается и проходит еще полгода или год, и ты видишь, что происходит на самом деле. И бывает все. Бывает, когда компания идет вверх, и ты говоришь, ну, я консервативно заложил, на самом деле было понятно, что будет еще лучше. Бывает, когда ты угадываешь, тогда ты просто молча ловишь завистливые, восхищенные взгляды. Говоришь, ну, я хорош, что поделать. А бывает, что что-то идет не так. Конечно, экскьюз на эту ситуацию у тебя тоже найдется, и ты скажешь, ну, это one-off. Никто из аналитиков не ожидал, что рынок уйдет вниз. Но стоит отметить, что в любой ситуации ты уже с этой компанией. И ты как портфельный управляющий. Ты живешь с ней, и ты предлагаешь ей какие-то решения. Если рынок идет вверх, обычно компания хочет развиваться и расти дальше, и ты смотришь какие-то варианты, как ты можешь это сделать с ней. Если идет все вниз, ты, наоборот, предлагаешь ей варианты снизить ее риск, заходжировать ее. И это очень здорово. То есть у меня есть некоторые компании, я пришел два с половиной года назад, у меня есть компании, которые со мной уже два с половиной года назад, и у них есть какие-то специфические моменты. Например, в отчетности они делают всегда одну и ту же ошибку уже два с половиной года. У них есть специфика в том, как они делают репортинг, то, как у них планы меняются, а на самом деле они все равно просто наращивают продажи. Я это все знаю. Я общаюсь с людьми, которые там уже два с половиной года или наоборот меняются. Я понимаю их стратегию. То есть это очень круто. Не просто закрыть сделку и забыть о ней, хотя это очень важно, но и быть с компанией дальше и общаться с ней. Тогда ты действительно чувствуешь свою value, и то, что ты развиваешь компанию, несмотря на то, что ты на эту компанию конкретно не работаешь, потому что у тебя в портфеле 10, 20, 30 компаний. Коллеги, перед тем, как мы… Армен, может еще маленький комментарий. Важное то, что сказал Саша. Особенность… Допустим, принципиальная разница между private equity и, допустим, тем бизнесом, которым мы занимаемся, заключается в том, что мы являемся специалистами в разных абсолютно отраслях. То есть это могут быть большие компании, маленькие компании. Сектор может быть IT, это может быть майнинг, это может быть релл. Вне зависимости. Поэтому, когда ребята приходят, они не знают, чем они будут заниматься. Но в течение жизненного цикла они сталкиваются с компаниями из майнинга, с компаниями ритейла, с компаниями из IT. То есть как бы широкий абсолютно спектр того, с чем мы работаем. Я хотел последнюю мысль добавить, перед тем, как мы перейдем к заключительной части презентации, о том, что это та мысль, которой сложно на самом деле проследить, когда ты учишься и становится суперочевидной буквально за несколько дней, когда ты начинаешь работать в банке. Мы очень много слышим про инвестиционный банк, мы очень слышим много историй про трейдинги, про все суперинтересно звучащее, в том числе благодаря Голливуду и так далее. Но сколько уже сотен лет прошло, но главный продукт, за которым все компании идут в инвестмент банк или в корпоративный банк или в любое другое финансовое учреждение, это кредит. и клиенты всегда приходят за деньгами, а уходят с большим количеством сопутствующих товаров. Поэтому это очень важно, когда ты работаешь именно в том направлении, которое наиболее интересно клиентам. Естественно, не случайно структуры банка так построены, что все кросс-продажи отталкиваются от этого продукта, потому что удовлетворяя главную и важнейшую потребность клиента, только так ты можешь идентифицировать все прочие оппортюнити, которые у тебя возникают, как у инвест-консультанта. Можно еще одно маленькое замечание. Вот глобальная разница между тем, что вы могли видеть, там, не знаю, 10 лет назад в IB, то, что вы читали там в покере лжецов, заключается в том, что на сегодняшний IB как такового не существует. И он умер, его нет уже энное количество времени, да? Потому что важно, для клиента важно не только получить адвайзер-услугу. Ему очень приятно, если ему еще помогут в виде поддержки баланса, да? Поэтому для клиента важно не только умение банка продать, но и умение банка его поддержать. Давайте перейдем к последней мысли. Суперважный, абсолютно. Мы попросим наших уважаемых ребят рассказать, что ВТБ может дать вам как начинающим специалистам, если вы придете к нам на работу. Вы знаете, у меня, наверное, полгода назад брали интервью для видеоролика и спросили, что тебе больше всего нравится в ВТБ. Я тогда сказала, что ВТБ самое крутое — это люди. И вот сейчас я до сих пор считаю, что попадая в ВТБ, вы действительно обретаете команду единомышленников. По-другому не скажешь. У нас очень классная атмосфера, я думаю, Саша подтвердит. Всегда есть с кем поболтать, есть у кого спросить совета. Саша, например, можно поболтать. Есть у кого спросить совета и никогда не возникает ощущение, что ты где-то не там. Кроме того, для молодых профессионалов у нас есть очень классные тренинги финансовые. Тут даже есть фотография с нашего выпускного. Там вот в углу. Я даже стою. У нас были тренинги по корпоративным финансам и по финансовым рынкам. Иногда проводятся тренинги для развития личностных навыков, потому что это сейчас модно. Поэтому мы учимся общаться с людьми, учимся узнавать себя. Думаю, Саша сейчас что-нибудь добавит. Да, на самом деле история такая. Я в ВТБ прилетал сразу из бизнес-школы и в Лондоне пробыл год. И у меня было ощущение, что что-то в мозгу у меня уже поменялось за это время. Просто потому что ни с кем не говорил, общался только в другой среде. И я прилетел на следующий день, пошел на работу. И у нас первые две недели были тренинги. Я думал, блин, вот я не был год в России. Наверное, сейчас я вообще сломаюсь. Все иначе, я уже все забыл. А поинт в том, что к нам прилетели на две недели преподы из Лондона, из Fitch. В Fitch рейтинговое агентство, у них есть Fitch Learning подразделение, которые работали через дорогу от того места, где я учился. Мы две недели обсуждали те места, куда они обычно ходили, и мы ходили. Ну и параллельно они нас подтягивали в тех моментах, которые нам очень пригодятся, когда мы начнем работать. То есть это было супер, максимально плавно. И это было очень классно. Это первое, тренинги. Во-вторых, ВТБ радует реально тем, что он очень гибкий и ночи слышит. Я не могу говорить за всю группу. Я говорю конкретно за силофай и FP. Нас постоянно спрашивают, что вы хотите, что вам нужно для развития. И я постоянно говорю, дайте нам легал тренинги, дайте нам тренинги по финансам вот в этом аспекте, и нам их делают. Система менторства. Это, наверное, тоже то, что стоит добавить. Это крутая штука, она постоянно развивается. Это не что-то такое, что ты видишь в кино или что-то, что делают просто потому, что это нужно делать. Это просто человек, который является твоим другом и с самого начала рассказывает, куда ты попал, как ты развиваешься, смотрит на тебя со стороны и говорит, окей, слушай, мне кажется, тебе нужно улучшить это, вот это, вот это. Мы для этого можем сделать вот это. Возьми еще вот этот тренинг. Пообщайся еще с этими людьми и улучши вот это. На самом деле, хотел бы сказать следующее. Было сказано в первом выступлении о том, что социальные лифты и так или и тому подобное, кто-то кого-то знает, кто-то кого-то нет. Хочу рассказать, что у нас происходит. У нас очень молодые ребята, Саша. Поправь меня, исправь меня, если я не прав. Мне вообще не важно. Когда я приглашаю ребят на собеседование, обычно это происходит. Сначала ребята общаются, говорят, слушай, там интересный парень или девчонка. Давай послушаем. Вообще мне не важно, где человек работал. Более того, я даже хочу, чтобы он не работал в банке. Для меня важно, как понимает этот молодой человек или девушка, как он понимает рынок, как он понимает происходящее вокруг. Я должен понимать, я смогу его научить или нет. Потому что мы профессиональному вещам научим. Это не проблема совершенно. Поэтому для нас не важно. Саша закончил бауманку. Кто-то может закончить кулинарный техникум. Для меня это не принципиально. Поэтому не бойтесь приходить к нам. Не бойтесь приходить куда-нибудь. Главное, чтобы вы не мыслили шаблонно. Не нужно отвечать мне на вопросы, которые вы слышали в институте. Не надо мне рассказывать про ПНОЕ и ВИБИ. Потому что я знаю, это лучше вас. Я задал вам вопрос, на который вы не ответите. Рассказывайте о себе. Рассказывайте, какое у вас хобби. Если у вас нет хобби, заведите хобби. Ходите в театр. Будьте людьми. И тогда мы поймем, что вы живые люди. И мы сможем получить так называемый чемистый. Потому что для нас это очень важно. Мне кажется, здесь хорошо ложится наш последний вопрос, который был в Телеграме. О том, как вы считаете, смогут ли финансовые технологии полностью автоматизировать работу банка. Вопрос, вы понимаете, достаточно актуальный. Все о нем давно говорят. Это даже в Давосе обсуждается. Вот Юрий Аксеевич высказал свою точку зрения. Я надеюсь, что вы искренне проголосовали, что только частично. Не только потому, что мы здесь банкиры сидим, а про себя вы сами думаете, что вот этих ребят скоро не будет. Я отвечу на этот вопрос. Так получилось, что похоже на то, что сказал Соловьев. Не подумайте, что мы такие же полезы все. Нет. Мне правда кажется, что банкиры инвестиционные будут ровно до тех пор, пока компаниями будут управлять люди. Инвестиционные банкиры – это люди, которые предоставляют консультации по финансовым услугам другим людям. Это думают по-другому. Вообще. Они думают, что мы все умрем. Они 73% сказали, что мы не умрем. Нет, слава богу, слава богу, вы считаете. На самом деле вопрос заключается в том, что, конечно, любая индустрия с заменением технологий меняется. Инвестмент банк 20 лет назад и сегодня. Это просто визуально даже разные организации. То, как мы сидим, то, чем мы занимаемся, все отличается. Но не меняется та часть, что у тебя есть люди, которые приходят к тебе запросом, и мы, которые пытаются креативничать, очень много креативничать, включать всевозможные необычные воображения и нестандартных отмышлений для того, чтобы найти решение проблем. Потому что для стандартных проблем совершенно не нужны вот эти вот высокооплачиваемые банкиры, которые хотят потом покупать дорогие автомобили. Спасибо вам большое. Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением ждем ваших вопросов, как нам с Евгением, так и, естественно, Лизе с Сашей. Да, я хочу добавить еще. В тот телеграм-канал, в который вы вступили, мы вечером направим эту презентацию и еще какие-нибудь контакты. Так что не удаляйтесь. Да, так что не удаляйтесь пока. Коллеги, большое спасибо за спичь. У меня вопрос двойной. Первый. Но меня очень поразила структура подготовки к сделке. То есть это действительно такой профессиональный подход. И нет у нас никаких сомнений, что ваша команда с этим успешно справляется. Но вопрос в следующем. Первый. У вас же есть бизнес в регионах. Там, к примеру, Владивосток, Новосибирск. Существует ли какая-то проблема кадров, высококвалифицированных в этой области, которые с точно таким же подходом заключают каждую сделку? Первый вопрос. Второй вопрос. Вы сказали, что те люди, с которыми вы общаетесь, финансовые директоры, SEO и так далее, они все знают в своих компаниях. Но бывает ли такое, что SEO, например, не совсем понимает, для чего ему, например, управление рисками, и вам приходится вступать в роли коучей. То есть переходите с амплуа банкира в роль коуча. Спасибо. Да, спасибо большое. Отличные два вопроса. Я отвечу на первый, Армен на второй. Да, безусловно, у нас есть проблема с людьми с регионов. Это правда. Поэтому тот бизнес, который происходит, именно бизнес, связанный с… Есть флот-бизнес, есть простые вещи. Просто обычное кредитование. С этим вопросов нет. Есть вещи структурированные, сложные. Вот с этим есть проблема. Но не потому, что люди какие-то там не очень. Люди прекрасные. У них просто нет опыта. Поэтому, естественно, получается, что мы все такие вещи делаем из Москвы. Но поэтому вы здесь находитесь для того, чтобы, если вы этого хотите, мы сможем вас привлечь, и мы будем этому очень рады. Да, если можно добавить, важный вопрос. Страна централизованная. Все у нас централизовано, в том числе ВТБ централизован. Не бойтесь выйти из зоны комфорта. Если вы хотите сильно развиться финансового профессионала, приедьте в Москву, поработайте здесь. От вас не будет, будет только польза. Вы всегда можете домой вернуться. Но это правда полезно. Карьеру начинать в центре финансового мира. Сори, люди не в Америке, все едут в Нью-Йорк. А в Англии все едут в Лондон. Это везде так. Если тщательно вопрос про клиентов. Клиенты очень высокопрофессиональные. Еще 15 лет назад это все возможно было. Сегодня все все знают. Но вы всегда найдете тот момент, в котором они не уверены. И тот аспект, который они просто… Это может быть что-то про рынок сегодня, про тенденции в индустрии. Это может быть просто про financial solution, который они никогда не слушали. Вы, конечно же, в общении даже с самыми умными людьми этой страны должны найти тот маленький аспект, в котором вы разбираетесь лучше. Это, конечно, важно и сложно. С возрастом и с опытом таких возможностей появляется больше. Но про клиенты, короче, суперпрофессионалы. Не надейтесь на легкие победы, о том, что вы пришли, прочитали книжку и что-то им расскажете. Нет, они вам расскажут 10 раз лучше. Еще вопрос? Давайте, может быть… Ну, спасибо. Давайте так. Два молодых человека и две девушки. Я жду два вопроса от девушки. Один мне, а не до Армену. Спасибо большое за лекцию. Может, Александр с Лизой? Нет, пока мне и Армену. В этом мой senior статус заключается, понимаешь? Давай, я слышу тебя. Давай. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. Саша, ты первый. История была такая. Я учился в Баунке. Мне было интересно, мне нравились технологии, мне нравилось программировать. Мне не хотелось брать у родителей денег для того, чтобы водить девушку в кино. Поэтому я решил еще этим зарабатывать. Зарабатывал в интернете. Были какие-то проекты, которые постоянно генерировали прибыль, а мне хотелось что-то большего. Мне хотелось прям делать проекты, стартапы, Цукерберг и так далее. И у меня было несколько партнеров. Каждый из них выдвигал какие-то мысли, и мы эти мысли реализовывали в проекты. За время моего обучения мы сделали проектов 10 моих, из которых… Там был нормальный equity injection, из которых не выставил ни один. То есть там было очень хорошее исполнение, но что-то было не то. Был один проект, в который я не верил никогда вообще. Я всегда говорил, что это не взлетит, но из уважения, потому что вы поддерживали мои проекты, я готов сделать этот. И он взлетел. Он взлетел, и когда он был на высоте, я решил просто из него выйти. Потому что я подумал, что раз я не увидел зачатки этого проекта, то я даже не буду понимать, как развивать его дальше. И понял, что в принципе IT и технологии мне очень нравятся, но вот именно как создатель чего-то нового, это не в тот момент было для меня. При этом я достаточно часто занимался финансовой стороной вопроса, финансовой и технической. И техническая для меня была абсолютно понятна, а финансовая была непонятна вообще. Саш, времени мало, скажи. Ты не жалеешь? Конечно, нет. Прекрасно. Спасибо за вопрос. Я люблю его. Я специально говорю про консалтинг, провоцирую вопросы, каждый раз задаю спасибо. Я счастлив от того, что я перешел из консалтинга в бэнкинг, потому что это две работы, которые очень похожи, с одной гигантской разницей. Разница в том, что в консалтинге ты рисуешь очень красивые презентации, стратегии и так далее, и никогда не видишь, что они реализуются. Они в 90% случаев никогда не реализуются. Их берут, говорят спасибо, используют для каких-то сугубо узких целей как у конкретного менеджера и забывают о них. А в бэнкинге это, как я вам рассказывал, ощущение того, что твоя сделка закрылась. Это в моем случае случилось относительно случайно. А сейчас такого не бывает. Я просто случайно попал на собеседование. Так бывает. Но это лучшее решение в моей жизни. Ни одной даже миллисекунды я не пожалел. И всем рекомендую. Если вам нравится ощущение закрытия, то вам надо сюда. Если вам нравятся теоретические изыскания и красивые презентации и так далее, вам в консалтинге. Это просто разные концепции. Так, поехали. Еще вопрос от девушек. От девушек, я прошу прощения. Так, девушки. Ни одного вопроса. Пожалуйста, девушки, не стесняйтесь. Пожалуйста, подождите. Я хочу вопрос от девушек. Хорошо, ладно. Девушки готовятся. Я прошу вас. Давай. Бывает ли конфликт интересов после того, как вы планируете какую-либо сделку? Вы ожидаете, что после этого акции начнут расти. Ну и вы можете рассказать соседнему отделу, который занимается инвестициями, чисто либо трейдингом, например. Вы это ему сказали, они, соответственно, это хорошие деньги сделали. Например, после новости о реструктуризации долга Мечел, компания выросла буквально за месяц на процентов 50. То есть эту новость, если бы заранее сказали, можно было бы очень хорошо заработать. Делаете ли вы такое? Окей. Такое мы не делаем. Мечел, кстати, тоже моя история. Вот все, что происходит с Мечелом, это происходит. И ВТБ сейчас, на сегодняшний день, самый большой кондитор Мечелом. Более того, я скажу, что мы увеличили свою позицию. Да, увеличили свою позицию за последние полтора года существенно. Потому что мы посчитали, что компания должна восстанавливаться. Если вы посмотрите, их долг стоил 25 центов. Сейчас он стоит почти 100. Полтора года тюрнараунд. Интересно. В общем, смотрите, на самом деле, конечно, это запрещено. Это абсолютно четкий комплайенс. Как на уровне нашего московского офиса, так и на уровне нашего лондонского офиса. Хотел бы сказать следующее. Кстати, забыли сказать. Хед офис находится в Москве. Но у нас с точки зрения инфраструктуры мы используем наши европейские офисы. Это Франкфурт на сегодняшний день. Раньше у нас была Франция, Германия, Австрия. Сейчас мы это видели во Франкфурте. И у нас еще лондонская дочка. Но и была раньше кипрская дочка. Сейчас ее уже нет. На самом деле, для нас не важно, где делать сделку. Для нас это просто элемент инфраструктуры. Как лучше делать, так и мы делаем. Соответственно, ни в одной из юрисдикций это не разрешено. Это абсолютно четкое табу. Можно я добавлю? Это супер серьезный вопрос. Мы, если вы хотите зарабатывать на инсайде, не идите в инвестбанк. Вас за две минуты посадят. Это совершенно серьезно говорю. У нас супер жесткие правила комплайенса. Мы им абсолютно точно соответствуем. Не потому, что мы такие как бы правильные, а просто потому, что по-другому нельзя в этом бизнесе. Если клиент хоть на секунду подумает, у него придет какая-то дикая мысль о том, что вы пытаетесь на нем заработать лично, или как институт финансовый, он с вами перестанет работать в эту же секунду. Эти истории застались в далеком прошлом. Давайте о них никогда не вспоминать. Это никогда не будет ассоциироваться с именем ВТБ. Еще вопросы, ребята? Давай. Здравствуйте. Спасибо за выступление. У меня такой вопрос. Ну, не вопрос, а просьба. Могли бы вы рассказать какой-то очень сложный кейс для вас, челлендж, когда тех инструментов, которые вы отразили в аналитической записке, не хватало и приходилось искать какие-то новые интересные решения. Если как-то абстрактно опишите кейс, ну, то есть без названий, будет вообще идеально. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Можно по-другому на него отвечу? Ты знаешь, как бы, на самом деле, для нас, вот нам проще работать, вот, ты не поверишь, вне зависимости от сделки, а ничего, что я на ты. Отлично. А вне зависимости от сложности сделки, если на стороне клиента стоит сильная команда, все очень просто. Да, вы бринстомите, общаете, все очень прекрасно. Проблема возникает тогда, когда на стороне клиента слабая команда. Вот, поэтому я не скажу, чтобы у нас были какие-то вот прям суперситуации, где мы не могли найти решение. Проблема возникает постоянно со слабыми командами клиентов, с CFO, которые считают, что им нужно белое, а мы считаем, что им нужно красное, да. Вот, поэтому приходится их убеждать. Ты знаешь, я бы не сказал, что прям вот что-то супер, супер нас как-то ставящее в тупик. И самое-то главное, мы привыкли к тому, что мы находимся постоянно в ситуации какого-то стресса, да. Мы не первый банк в стране. Было сказано уже, что Сбербанк больше, да. Знаешь почему? Он больше исторически. Но это означает, что мы должны использовать максимум наших возможностей для того, чтобы выиграть сделки. Если вы посмотрите на список, вы увидите, что самые интересные сделки на рынке, самые необычные и самые сложные – дело ВТБ. Потому что у ВТБ есть способность делать такие вещи, невзирая на их сложности. Я тоже добавлю. Я с Женей упомянул об этом. Согласен, самый большой челлендж в нашей работе – это понять, почему абсолютно очевидные идеи, супер полезные для компании, почему-то клиент супер сопротивляется против них. И вот здесь большой челлендж – разобраться, что его мотивирует. И тут включается важное умение слушать и понимать, что он говорит. В какой-то момент он обязательно сам тебе расскажет, почему вдруг это надо сделать не так, а по-другому по каким-то внутренним причинам. Как только ты понял, что им драйвит, как только ты перестал говорить, что я самым умным, я знаю, как правильно, а сказал, объясните мне, почему я не прав, вот в этот момент все твои проблемы и челленджи сушили. Окей, ребят, еще вопросы есть? Вопрос от девушки. Позвольте, у нас просто девушкам все понятно. Девушкам все понятно. Хорошо, ребят, большое вам спасибо. Мы очень, мы получили искреннее удовольствие от общения с вами, потому что вот вы новая молодая энергия поколения центиниалов, и мы готовы. Я знаю, что вы хотите все здесь и сейчас, и мы готовы для вас сделать все здесь и сейчас. Обращай внимание на то, что сказал Саша. В телеграм-канале будет направлена эта презентация, а также будут направлены данные HR. И, соответственно, ребят, если есть желание, welcome to VTB, мы вам поможем. Спасибо большое, что пришли. Ура. Управление продаж продуктов финансового рынка. Спасибо.